Всем привет! В этом видео поговорим о том, как изменить дату рождения в ТикТоке. Вообще в ТикТоке нету прямой функции изменить дату рождения, то есть когда вы уже создали аккаунт, такой функции нету. Но есть два способа, как это можно сделать. Давайте перейдемте в ТикТок, вот наш аккаунт, и первый способ это написать в техподдержку. Для этого в правом нижнем углу нажимаем Я, затем в правом верхнем углу нажимаем на три полоски, листаем чуть ниже, и здесь нам нужен пункт сообщить о проблеме. Здесь нам нужно выбрать пункт уведомления и сообщения. Далее выбираем личные сообщения и выбираем сообщения более недоступных. Здесь нас предупреждают, что в рамках инициативы по обеспечению безопасности в ТикТок мы ввели новые ограничения на использование функции личные сообщения. Вставлять и получать личные сообщения теперь могут пользователи старше 16 лет. Более юные пользователи не получат доступа к этой функции. То есть если при регистрации аккаунта вы указали ваш возраст менее 16 лет, то ТикТок автоматически вам закрыл личные сообщения, и эта функция нам недоступна. Поэтому будем писать техподдержку о том, что мы случайно поставили не тот возраст. Нажимаем проблема не решена, нет, и появляется кнопка нужна еще помощь. Нажимаем на нее, и здесь описываем нашу проблему. Вот примерно такой текст. Здравствуйте, при регистрации аккаунта я ошибся в указании возраста, можете помочь. И отправляем данную жалобу. Но в некоторых случаях поддержка ТикТока может запросить у вас документы, удостоверяющие личность. Если вам уже есть 16, то сразу загрузите лучше какой-либо документ, там скан паспорта, либо загран паспорт, либо права, там где указана именно дата рождения ваша в документе. Но может быть у вас получится и без документов. То есть просто отправить, и поддержка просто так вам может поменять возраст без подтверждающих документов. Если такое не получилось, то единственный вариант остается, это возможно попросить у родителей отправить их документы. Эти документы никуда там не сольются и так далее. Это просто вот нужно для подтверждения возраста и все. То есть никаких проблем потом не будет. Вот, вы нажимаете жалоба, далее у вас откроется окно с техподдержкой, и примерно в течение двух суток поддержка отвечает. А также еще желательно написать вообще это сообщение на английском языке, потому что поддержка в основном работает на английском языке. Если вы напишите на русском, она может не ответить. Но попробуйте на русском, если в течение двух суток не придет ответ, попробуйте написать. Если такой способ вам не помог, то остается только способ регистрации нового аккаунта. Для этого переходим опять на три полосочки сверху, листаем в самый низ, меняем аккаунт, добавляем аккаунт и регистрируем новый аккаунт. Там через телефон или через почту. И здесь сразу первый пункт, нам нужно указать дату рождения. Чтобы дата рождения была больше 16 лет, нужно указывать возраст, то есть дату рождения менее 2016 года, то есть от 2006 идем вниз. Ну, желательно вообще указать какой-нибудь 2000, 2001, что вам уже 18 лет, тогда у вас проблем не возникнет. То есть вам будут доступны все функции, как на обычном аккаунте взрослого человека. В принципе, на этом у меня все. Если информация была для вас полезна, напишите любые комментарии под этим видео, а также поставьте под ним лайк и подпишитесь на канал. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok